Всем привет! И мы продолжаем игру Герой Диснея Боевой Режим. Сегодня мы будем играть со стаями от подписчиков. Также я буду прокачивать героев согласно ваших отзывов и комментариев. И первый написал и оставил свой состав подписчик с ником Артём Мельников. Мой состав Джейк Лонг, Светумс, Эльза, Джек Воробей и Микки Маус. Прокачаем Микки Мауса, Винни-Пуха, Тигра, Золушку, Робин Гуда, Мелефисенту и Эластику. Что ж, с удовольствием иду навстречу. Причем, друзья, кто смотрел прошлое видео, тот знает, что у меня появились два новых персонажа. Вернее, я насобрал ингредиенты, но я их не прокачал. Это как раз вот этот Джейк Лонг и Светумс. Давайте-ка я сразу же активирую Джейк Лонга. Покупаем его за тысячу монеток. Вот такой вот прикольный дракон. Кстати, да, друзья, что это за герой? Напишите в отзывах, комментариях. Я, по-моему, мультика с ним не видел. Да, опять же, просматривая ваши отзывы и комментарии, подписчики просили, чтобы я сразу же прокачал и усилие этого героя. Причем за это проголосовало очень много голосов. Итак, друзья, сразу же давайте-ка я его прокачаю на сотню уровней. Вот, ну, давайте-ка как-то, как-то, так, давайте-ка, сейчас я попробую прокачать. Так, 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 так. И смотрите, какая есть возможность прокачать его по звездам. Вот, отлично. Так, перевели его на вторую звездочку. Все характеристики персонажа подняли, сразу же хватает ингредиентов, прокачивая его на третью звездочку. И даже хватает ингредиентов прокачать на четвертую звезду. Вот, давно уже не играл эту игру. Вот, забыл, друзья, как поднимать по уровням. Вот, если я, вот, нажму это, по-моему, по максимуму сейчас поднимется. Вот, не хочу под максимум поднимать, хочу его постепенно как-то прокачивать. Как же здесь уровень поднять? Это, по-моему, друзья, если я нажму сейчас до максимума, он поднимется. По максимуму не хочу его прокачивать. Ну, ладно, как бы выхода не вижу. А, вот так. А, вот, вот, друзья, вот так. Вот, ну, смотрите, 96 уровень. Так, поднимем его до 101 уровня. Вот так, мне кажется, будет неплохо. Отлично. По предметам сейчас набежим на него целую кучу зрачков и прокачаем этого Джек-Конга до... Куда мы его прокачаем? Сейчас давайте-ка посмотрим. До Зелененького. Зелененького, у него появляется новый навык. Билд Челлендж. Что он делает? Так, 884 тысячи дамага. То есть, будет наносить 884 тысячи урона. Вот даже единицы не считаю. Но, надеюсь, что это будет здорово. Так. Да, друзья, смотрите. Я надеюсь, что звуки вам не мешают. Если не мешают, пишите в отзывах, в комментариях. Я буду убирать музыку, как бы я убрал. Но фоновые звуки остыляют. Вот, у меня они очень громко слышны. Возможно, давайте я сейчас попробую убрать звук. Возможно, это будет не так шумно для вас. Буду просматривать видео, скажу. Так, итак. Дракончик наш поднимается до синего уровня. Открывается новый навык. Файер Страйк. Что он делает? Так, тоже, друзья, фантастический демаг. То есть, фантастический урон 534 тысячи. Итак, мне кажется, друзья, что это очень крутой боец. Но сейчас, в принципе, мы его увидим в сражении. Как видите, я его прокачиваю по максимуму. Ну, как по максимуму. Пока мы его прокачали до сотого уровня. Ну, а смотрите, как нам удалось его прокачать по значкам. Он становится очень крутым. Так. Джейк Лорд. То он сейчас синенький плюс 2. И да, еще выше его поднимаем. Все, поднимаем. Боюсь, друзья, что очень много нашего времени придет на прокачку этого героя. Но мне кажется, он этого достоин. Причем я им не играл. Видите, только перед вами. Да, да, смотрите. Нам сразу же удалось прокачать его до фиолетового уровня. Появился, опять же, новый навык. Герои с рэнк. Не могу сказать. Не знаю, что это точно переводится. То, что он герой, это однозначно. А вот следующее слово не знаю. Итак, что он делает. Базик демаг. Опять же, фантастический урон увеличивается на 5000. Что-то 15% в радиус демага. То есть, круговой демаг. Что-то 10 секунд. И еще что-то 3 секунды. Скорее всего, не восприимчик урон. Ничего себе. У меня достаточно ингредиентов, чтобы еще прокачать нашего Дракошу до более высокого уровня. Ну, мне кажется, он очень куда-то поднимется сейчас. Повысить. Итак, наш дракон Джек Монг становится фиолетовым плюс 1. Ну, что ж, фантастический. И я просто в шоке. У меня еще достаточно ингредиентов, чтобы прокачать этого героя. Давно я не захотел. Вот. Опять же, благодарю за ваши отзывы и комментарии, что вы пишете и даете мне как бы стимул снимать новое видео. Отлично. Итак, фиолетовый плюс 2 наш Джейк Лонг. Ну и вот, друзья, у нас уже закончились ингредиенты. Дальше я уже его не смогу прокачивать. Ну, я считаю, и так прокачали очень неплохо. Кстати, да, давайте-ка я еще немножко его прокачаю по навыкам. Усилию хотя бы понемножку у каждого героя. Ну, давайте хотя бы до 3 единиц. Ну, это вообще, честно говоря, очень мало. Ну, пока как-то так. Да, обратите внимание. Ну, мод я пока ставить не буду. И что по друзьям? По друзьям Джек Лонг хочет вружить сису. Давайте-ка я тоже активирую эту дружбу. Правда, диалоги все по логиннице. Вот. И активируем дружбу Джек Лонга и Малин. Итак, с этим героем мы справились. Думаю, пока на этом остановимся. И следующий персонаж. Давайте-ка я прокачаю вот этого Свитумс. Это из Muppet Show. Вот, кстати, кто не смотрел Muppet Show, очень крутые, прикольные, вот кухольные герои. Там очень смешные персонажи. Ну, и давайте-ка, друзья, сейчас я прокачаю этого героя. Итак, вначале прокачиваем его на вторую звездочку. Возможно, даже на вторую звездочку. А, характеристики поднялись. Но только до двух звезд я сумел прокачать этого героя. Так, пытаюсь его прокачать на сотый уровень. И почти удалось на сто первый уровень прокачивая этого героя. Здорово. По предметам, по предметам, по значкам. Сейчас попробую прокачать этого Свитумса. Так, 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 так. По-моему, друзья, я смотрел вот Muppet Show, когда-то еще ребенка. Его называли чудовищем, но почему-то здесь в игре он Свитумс. Итак, Свитумс становится зелененьким. Все характеристики героя поднимаются. Появляется новый навык. Оф, то Голливуд. Ходит по Голливуду, похоже. Так, что это делает? Армор. Не могу. Ну, что-то с демагом. Опять же, 213 тысяч урона, плюс целая куча бонусов. Вот, но это надо тестировать. Не могу точно сказать, как он себя поведет в роли. Вот, ну, в принципе, сейчас посмотрим. Смотрите, прокачиваем героев. Все-таки Артем Мельников попросил за этого персонажа, поэтому сейчас мы его прокачаем. Добавим моих сильнейших героев. Отправимся в мощную битву и посмотрим, что же они из себя представляют. Вот, а пока прокачим героя при помощи мощности. Супер. Итак, Стивумс становится синеньким. Опять же, появляется новый навык. Свитумсор. Так, опять же, нормальный демаг. 169 тысяч поднимается. Еще какой-то бонус на 9 секунд. Ну, трудно сказать. Трудно сказать. Поэтому продолжаем прокачивать героя. Кстати, вот вижу, сколько времени уже прошло. 8 минут только идет на прокачку этих двух героев. Вот, если его еще видим, немножко затянется, ну, я постараюсь по максимуму. Так, Стивумс у нас становится синеньким плюс 2. Это здорово. Вот, ну и вот, друзья, все, что мне удалось прокачать, потому что больше ресурсов ингрета у меня не хватило. Вот, немножко еще усилию героя по навыкам. Вот так как-то. Хотя бы, чтобы немножко был сильнее, чтобы не падал от первого чиха. Так, еще он хочет дружить с мистером, виски, и словом. Вот, опять же, гигалоги по латинице. И еще хочет дружить с мистером, виски, и в мастер-шоу. Ну вот, друзья, итак, нам удалось все это сделать. А сейчас давайте-ка отправимся в битву. Вот, кстати, буду собирать ингредиенты на новых персонажей. Возможно, в следующем видео еще кого-то откроем. Вот, ну а пока давайте-ка отправимся с вами в компанию. Я вот думаю, куда брать. То ли брать на нормальную главу 25-ю, то ли на элитную. На элитную мы не потянем. Давайте-ка, друзья, я возьму вот 25-ю главу и посмотрим, что здесь мы можем сделать. Итак, подписчик Атем Мелико просил, чтобы я взял Эльзу Джека Воробья, Микки Мауса. Ну и вот этих двух новых персонажей, Джек Лонга и Светамс. Вот, сразу же пойду в контец. Светамс у нас по-любому в самом конце. Вот он. А вот и Джек Лонг. Ну что ж, давайте-ка посмотрим, что из этого получится, как герои Виг выглядят в анимациях. И надеюсь, что они сразу же не сложатся, хотя бы используют несколько своих фишек. Так, начинается. И неожиданно как-то враги заканчиваются. Вот, даже не успел я ничего предпринять. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, мой дорогой, Мои слабые герои сразу же победили. Враг не вперед. Я остановлюсь от силы Джека Воробья. У него здоровье тоже уже в конце. Я в шоке. Вы видели, какая оказалась у меня неудачная команда. Сейчас я попробую. Патергоф и так ничего не надо. Сидевает, что я замораживаю. И враги заканчиваются. Да, это победа. Это победа, но второй досиленный персонаж Джек Воробей, вы видите, погибает. То есть, нам удалось пройти вот эту главу, но враг оказался сильнее. Что ж, продолжаем прокачивать героев. И Артем Мельников просил, чтобы я прокачал Микки Мауса. Микки Мауса. Что я могу с ним делать? Я могу его поднять до нового уровня. Итак, поднимаем его до 160 уровня. По значкам ничего не могу сделать. И по навыкам все, что я могу сделать. Вот так и вот так. Да. Супер. Переходим к следующему герою. Итак, Винни-Пух. Винни-Пух, Винни-Пух, Винни-Пух. Где он у нас? Возможно, надо использовать поисковиком, чтобы быстрее было. Давайте-ка я попробую вот так сейчас вести Винни-Пух. Винни-Пух, Винни-Пух, Винни-Пух. Винни-Пух, Винни-Пух. Винни-Пух, Винни-Пух, Винни-Пух. Так, что мы можем сделать с Винни-Пухом? Он у нас 155 уровня. Давайте-ка подниму на 2 уровня. Вот, прокачай его на... Ну, что это было? Прошу прощения. Итак, прокачивай его на новую звезду. И Винни-Пух у нас становится шестизвездочкой. Все характеристики персонажа поднимаются. Это уже неплохо. Ну и как бы все. Разве еще немножко усилить героя навыком? Это то, что я тоже могу сделать, пока есть навыки очки. Здорово. Следующий персонаж Тигра. Тигра, насколько я помню, где-то у нас в начале есть. По идее не надо его искать. Хотя, 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 не вижу. Ну что ж, придется использовать поисковик. Поисковик. А ну-ка. Тиг. Тигра. Да, вот. Отлично. Так, Тигра у нас 158 уровня. Поднимаем до 159. Вот. По предметам ничего не могу сделать. Ну, разве еще по навыкам тоже немножко прокачать этого героя. Все, что я могу сделать. Вот. Супер. Переходим к следующему персонажу. И следующий персонаж у нас Золушка. Золушка, насколько помню, она, она Синдерелла. Да, вот она. Вот. Почему-то разработчики не перевели героя на вот, на другой, на другой, ну, на русский, поэтому, как видите, латиницей написаны. Так, на два уровня подняли Синдереллу. Вот. Удалось навешать значок. Вот. И прокачать ее на новый уровень. Итак, Синдерелла у нас становится оранжевой. Да, новый оранжевый персонаж на 6 звезд. Это здорово. Есть возможность еще целую кучу значков навешать. Опять же, усилить и прокачать этого персонажа, добавить ему разных свойств. Силу данного персонажа. Итак, Синдерелла у нас становится что? Оранжевой плюс 1. Великолепно. К сожалению, дальше уже у нас значков ингредиентов на куле для дальнейшей прокачки. Но и так, я считаю, очень даже неплохо прокачать этого персонажа. Супер. Так, 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 так. Навыки. Что могу сделать по навыкам? Ну, вот, немножко тоже попробую прокачать Синдереллу, пока у меня хватает очков. Все. Супер. Робин Гуд, Мелифисента и Эластика остался. Робин Гуд. Ну, давайте все-таки я поисковиком буду пользоваться. Так, мне кажется, будет Роб. Роб. Робин Гуд. Да, вот он. Так, что у нас с Робин Гудом? Прокачиваю до 158 уровня. Вот. По значкам ничего сделать не могу. По навыкам немножко усилию персонажа все, что возможно. Есть. Отлично. Так, Мелифисента. Мелифисента у нас сверху. Вот этот персонаж. Вот. 155 уровень. Прокачаю до 17. По значкам не хватает ингредиентов. По навыкам попробую немножко усилить персонажа. Вот все, что могу по единице брошу. Да, вот. Пятый навык удалось прокачать, перевести на новый уровень. Ну, и пока на этом все. Остается у нас эластика и пока на этом все. Очень много просьб был от Артема Мельникова. Вот старался как-то совместить еще с другими. Итак, давайте все-таки я попробую найти эластику тоже. Эла... Эластика. Супер. Вот. Так, есть возможность прокачать эластику на шестую звезду. Здесь я сделаю это без особых проблем. Супер, что под предметом есть возможность навешать значок и перевести персонажа на новую звезду. Так, эээ... вот так. Супер. Ну, давайте немножко до десятки доведу. Третий навык и четвертый тоже попробую довести до десятки. Супер. Ну, что ж, друзья, с этим мы справились. Давайте-ка перейдем к следующему составу от подписчиков. И следующим написал и оставил свой состав. Так, 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 смотрю. Так, 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 так. Ага, вот. Users He3GV5XB3P попросил состав прокачай Мигеля, Джейк Лонга, Шрама Короля Луи и тот же состав. Насчет дисков, мода спрашиваю, подскажу. Так, Мигель, Мигель, Мигель. Ну, что ж, друзья, давайте-ка сейчас попробуем продолжить прокачку героев. Итак, Ми, Мигель. Мигель Ривьера, кстати, крутой мультик, кто не смотрел, рекомендует. Сразу же пойду его на 5 уровней. Вот, навешиваю значком, прокачаю его по значкам, и Мигель Ривьера становится оранжевым. Ну, что ж, для новой оранжевой красоты. Новый оранжевый красоты. Это здорово, это круто. Вот, навешиваем значки и прокачиваем его по навыкам. третий навык вообще не прокачен. Вот, давайте-ка как-то его до восьмерки прокачаю и здесь попробую до восьмерки прокачать. Вот, да. Ну, пока как-то так. Даже давайте-ка до десятки доведу. вот так. И здесь попробуем. Вот, супер. Так, Мигель Ривьера я прокачаю, Джейк Лонга мы сегодня прокачали, Шрам и Король Луи. Шрам, 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 наверное, все-таки тоже использую поисковик, так быстрее будет. Шрам, Шрам, Шрам. у нас 151 уровня, давайте-ка его тоже прокачать до 155. Вот, по предметам, по предметам не получается по значкам, по навыкам, по навыкам немножко попробую успевать способность персонажа. Вот, ну и по сути все. Так, остается Король Луи и остается Король Луи. Ну, поищем Король. Король. Нет, Карл. Может Луи? А, он латиницей написан. Он латиницей написан, по-моему. Так, Король Луи это обезьяна большая. Не помню, как он точно писается там. А ну, вот попробую К, Король, первые клавиши. Не вижу. Итак, Король Луи. А если по-русски Луи? Луи. Есть, есть, друзья. Ага, нет, все правильно. Нужно было написать просто Король Луи. Что мы можем сделать с Королем Луи? Прокачать его на четвертую звезду. Это здорово. Поднять все так три персонажа. Прокачать даже на пятую звезду. Интересно, хватит ли на шестую. На шестую звезду не хватило. И прокачаем сразу же на десять уровней. До 150 уровня удалось пронять. По значкам не хватает и клиентам. По навыкам попробую усилить героя. Вот так как-то. Так. Вот. Смотрите, как здорово. Ну, еще здесь немножко давайте-ка усилию. Вот так. Вот. Супер. Ну, что ж, здорово. А сейчас давайте-ка сыграем этим составом. Отправляемся в кампанию элитный режим. Возьму я главу где-то 17. Нет, не потянет. Возьму главу 13. Смотрите, слабенькие герои. Попробуем заработать фишек Евы. Поэтому вот надо брать слабые персонажи, иначе мы просто с вами не потянем. Итак, Мигель Ривьера. Мигель Ривьера. Придется, опять же, использовать поисковик. Так. Ми... Мигель, Мигель, Мигель Ривьера. Отлично. Так. Дальше мне нужен Джейк Лонг. Вот. В принципе, его искать особо не надо. Он у нас находится в конце. Вот. Мы только открыли этого героя. Но видите, даже сразу же подписчики написали за этого персонажа, чтобы я использовал его в битве. Отлично. Шрам Король Луи. А, только 4 героя. Шрам, 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 шрам. Шрам и Король Луи. Так. Поиск Шрам. Давайте-ка попробую. Шрам. Шрам, вот он. Готово. И осталось добавить Короля Луи. Король. Король, Король, Король Луи. Все. Только 4 персонажа. Да, смотрите, Мигель, Джейк Лонг, Шрам и Король Луи. Тот же состав. Ну что ж, друзья, давайте-ка сыграем и посмотрим, что из этого будет. Да, нас предупреждает, что только 4 героя, что можем взять 5-го. Но я думаю, так будет интересно. Причем, здорово, что сейчас посмотрим все-таки, как же вот этот новый дракон я покажу, что он начинается. И вот этот я такой брат, который и, друзья, я тут это мой тренер дракоша я их плен сразу же ему как-нибудь не бочит. Давайте, коктивирую Луи. И кто-то бананов запрошил в работу. Вот, надеялся, что взять миг тебя лучше. По-моему, миг и дохлый, слабо покаченный. Я думаю, что-то много на него не взял. оказался очень слабый. Вот, бежили, рамо поднимая люди хоп составляются и мы одерживаем победу. Просто просто ну что ж, продолжим. Итак, следующий состав от подписчика с ником users kf6f2dr3v К сожалению, друзья, антификатор нету имени подписчика, поэтому как-то так. Открыть прокачать Джейка Лонга, это мы сделали из сладости из Muppet Show. Персонаж рядом с Джейком Лонгом это дракон. Да, друзья, вот вы видите, мы как раз я выполнил и эту просьбу подписчиков. Сегодня мы прокачали Джейк Лонга и герои из Muppet Show. А состав Эльза, Джек Воробей, Ральф, Стич и Мелефисента. Ну что ж, самые практически самые сильные персонажи, поэтому, друзья, опять же, идем по моему максимальному прохождению. Сейчас я прохожу 25 уровень, вот выбираем следующую миссию и сейчас попробуем сыграть это этим составом. Итак, Эльза, Джек Воробей, Ральф, Мелефисента и Стич. друзья, самые сильные персонажи, пятерка самых сильных бойцов. Супер! Ну что ж, друзья, в бой, давайте-ка сразимся и, наверное, на этом сегодня уже будем заканчивать видео. Так, что я тебе представляю, враги? это враги атакуют, у кого пикни достаточно легко, супер, переходим к следующей, волне, атакуируем свеча, атакуируем драгу, и вторая волна сложилась достаточно легко. Переходим в следующей волне и сейчас мы неимаем все походы с моим двором. Да, просто просто заканчиваются и даже не так что это было? даже не дали джеку враги использовав спешные способности. Вот, битва оказалась достаточно бодренькая. Что ж, друзья, на этом сегодня я уже с вами буду прощаться всем пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий, пишите в отзывах, комментариях, кого из героев усиливать, прокачивать, я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев, но и самое главное, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка и к вам будут приходить уведомления о новых сериях. Всем пока, друзья, до новых встреч! До новых встреч!